Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». О ситуации на дорогах области будем говорить сегодня. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. Андрей Николаевич Горкушин, начальник управления ГАИ УВД Гомельского облсполкома, подполковник милиции. Родился в 1977 году в городе Гомеле. В 1996 году окончил Гомельский дорожно-строительный техникум. Высшее образование по специальности правоведения получил в 2008 году в ГГУ имени Франциска Скорины. Службу в правоохранительных органах начал в 1998 году милиционером взвода патрульно-постовой службы милиции по охране военного городка Зябровка. В 1999 году пришел в ГАИ на должность инспектора дорожно-патрульной службы группы экологического надзора. С 2010 года по 2015 год занимал должность начальника отделения ГАИ милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Гомельского райисполкома. В 2015 году назначен заместителем начальника управления ГАИ начальником отделения дорожно-патрульной службы профилактики милиции общественной безопасности УВД Гомельского облсполкома. С 2018 года начальник управления ГАИ УВД Гомельского облсполкома. Указом президента Республики Беларусь награжден медалями за безупречную службу второй и третьей степени. На вопросы, которые касаются деятельности областной ГАИ, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас короткие анонсы событий наступившей недели, и мы начнем беседу. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста, мы ждем ваших вопросов. 17 декабря Белорусское кино отмечает свой 95-й день рождения. В честь памятной даты в Гомельском кинотеатре имени Калинина пройдет торжественное собрание с участием представителей местных органов власти, профсоюзов, кинопредприятий и учреждений культуры области. 18 декабря помощник президента Республики Беларусь инспектор по Гомельской области Юрий Витольдович Шулейко проведет прием граждан и юридических лиц в Гомельском районном исполнительном комитете. 19 декабря в Гомеле состоится областной этап республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси». В его рамках, помимо конкурсной защиты проектов, запланированы также выставка и открытый диалог на тему «Молодежь в науке и бизнесе». В Беларуси продолжаются отборочные этапы национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». В субботу, 21 декабря, красавец ждут в 12 часов в центре моды и красоты «Хрустальная нимфа». Неделя на Гомельщине будет, как обычно, насыщенной на события. Главное, чтобы поменьше трагических происшествий было в сводке областной ГАИ. Год завершается, уже, наверное, можно какие-то предварительные его итоги подводить. Каким стал 2019-й? К сожалению, этот год, я бы не сказал, что он был удачный. Если последние 3-4 года у нас отмечалось какое-то определенное снижение дорожно-транспортных происшествий погибших и раненых в них людей, то в этом году, к сожалению, у нас на 77 дорожно-транспортных происшествий больше, чем в прошлом году, а именно 516. Погибших отмечается небольшое снижение на 6, но раненых на 115 больше, а именно 573, и цифры довольно значительные. И рост дорожного травматизма повлек за собой, что совершенно закономерный, конечно же, анализ ситуации и пересмотр организации дорожного движения. Особенно это заметно по городу Гомелю. Расскажите об основных изменениях. Конечно, не приходится нам сидеть на месте и вносим постоянно руководству города и области в целом предложения. С учетом наших предложений на сегодняшний день, если брать город Гомель, да и не только Гомели, а другие районные центры города. Это оборудовано буквально за последние 2-3 месяца 9 пешеходных переходов искусственной неровности именно в тех местах, где это нужно, исходя из анализа происшествий. И анализа не только там, где у нас погибает пешеход, а любое происшествие, даже с некими, может быть, незначительными телесными повреждениями, мы изучаем в деталях и даем какую-то оценку, вносим предложение. 15 пешеходных переходов оборудованы дополнительными светильниками повышенной мощности. Значит, построено 5 светофорных объектов. Далее устроены сооружения, значит, по проезжим частям, по улицам для сужения проезжей части. Это тоже влияет, причем значительно, на аварийность. Ну, другими словами, работа эта проводится на постоянной основе. Спасибо, Андрей Николаевич. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Меня зовут Владимир Иванович, живу я на интернациональном проезде. После того, как сделали одностороннее движение по улице Гагарина, масса, множество водителей, чтобы выехать на улицу Катунина, поворачивают под знак «Движение запрещено», едут по интернациональному проезду, упираются в финансовую милицию, потом тут дворами и выскакивают на улицу Катунина. По этому проезду дети идут в школу 21-ю, в садик ведут детей. И вообще это проезд, он не рассчитан для двухстороннего движения. Хотелось бы, чтобы сотрудники ГАИ подежурили, кого-то предупредили, пожурили, кого-то злостных, может быть, наказали. Но это же не дело, когда нарушают правила. И под знак «как надо, так и едут». Спасибо, Владимир Иванович. Спасибо за звонок, Владимир Иванович. Я пометил для себя вашу информацию, мы ее действительно проработаем, нарушений быть не должно. Отреагируем и обязательно вы оставайтесь на связи. Оператор, наверное, запишет ваши данные, мы вам дадим ответ о проделанной работе. До 17 декабря областная госавтоинспекция проводит изучение общественного мнения по теме «что бы я сделал для безопасного движения в своем регионе». От людей поступали действительно дельные, ценные предложения на сайт областной ГАИ? Да, конечно, это не первая наша акция. Вы знаете, дельные предложения не только в рамках этой акции поступают и в рамках закона об обречении граждан. И действительно, предложения дельные. По большому счету, далеко ходить не нужно. Тоже ограничение скорости 50, это тоже мы подчеркнули из тех обращений, которые приходят нам от граждан нашего города. На улице Советской. Еще к этой теме мы вернемся. А что еще люди предлагают? Самое распространенное, да, это светофор, где переход нужно обозначить. И на многих мы действительно останавливаемся. И здесь хотелось бы отметить, что акция на сегодняшний день проходит до 17 декабря, но на этом не нужно ставить какую-то точку. Я думаю, что у нас, опять же, есть такая возможность, опять же, на сайт МВД выносить какие-то предложения. И не просто, так сказать, сухое предложение, а с каким-то определенным обоснованием. Мы, конечно же, не просто так не поставим точку. В деталях изучим, и действительно, может быть, в дальнейшем в реализации это приведет к вопросам положительного характера. Да, главное оставаться всегда в диалоге с людьми. И мне кажется, что у областной госавтоинспекции это получается. У нас тоже. Спасибо. Уже я вижу ваше сообщение. Мы к ним чуть-чуть попозже перейдем. А сейчас давайте посмотрим опрос, который провели наши корреспонденты. и что необходимо для того, чтобы сделать дорожное движение более безопасным. Больше, я думаю, разъяснительной работы и по телевидению, и в торговых коллективах. Возможно, встречи там коллективов предприятий с сотрудниками автоинспекции. Ну вот, и где-то так, я думаю. Больше работы разъяснительной. В том числе и с детьми. Я так и сразу не скажу. Мне кажется, все так нормально. Мне нравится. И пешеходные переходы эти, и светофоры, и лежачий полицейский. Ну, не знаю я. Ну, вот, может, эти сникеры, вернее, как их, стикеры? Фликеры. Фликеры. Не очень, скажем так, не очень ярко светятся, наверное, для машин. Ну, вот такие вот малюпасеньки, вот как я одела, чисто, скажем так, чтобы обозначить себя чуть-чуть. Ну, не знаю. Наверное, только это. Я же не водитель, но пешеход, ну, что я могу сказать? А для пешеходов все безопасно? Ну, надо смотреть в оба. Наверное, знаки установить, камеры. Может быть, чтобы ГАИ работала лучше, даже не знаю. Вы за своих детей не волнуетесь? Волнуюсь. У меня их четверо, конечно, волнуюсь. А что делать? Я же не могу их на улицу не выпускать, правильно? Ну, проблема у нас актуальна, особенно на советской. Особенно, когда стоишь на пешеходном переходе, и светофор загорает зеленого цвета, а машины продолжают ехать. И мы стоим и ждем. А, говорит, он всего там 17 или 16 секунд. Мне не нравится, что есть светофоры, где очень мало секунд для того, чтобы перейти улицу. Есть люди, которые инвалиды, и им тяжело за 12-9 секунд перейти улицу. Особенно вот здесь и вот здесь очень мало времени для того, чтобы перейти улицу. Я замечаю, как старушки с киёчками бегут бегом. Ну, что еще? Я даже не знаю еще, что. А водители часто нарушают? Ну, я часто замечаю, что водители разговаривают по телефону. Я сама водитель, у меня 6 лет стажа водительского. И иногда они пропускают пешеходов на пешеходных переборах. То есть они, даже если горит зеленый свет, иногда стараются проскочить, не пропускают. Но, в общем-то, положение улучшилось, потому что я замечаю, что культура на дорогах повысилась. Вы знаете, я не специалист в этом вопросе. Мне трудно сказать, но обязательно оно должно быть. Почему? Потому что я смотрю, что много жертв бессмысленных на дорогах. Побольше, наверное, камер устанавливать, вот этих вот, как они называются, фотокамер, да? Усилить контроль ГАИ, я считаю. Вот. Ну и, конечно, вот глупо сделали, что на Советской 50 остановили знак, потому что все плетутся, все торопятся, друг друга обгоняют, пытаются побыстрее. И из-за этого еще хуже, мне кажется, получается. Островки безопасности, они очень нужны. Затем частично делать пешехода более заметным, потому что у нас сейчас много каких-то нагромождений, и машина часто может не забить пешехода. Быть более воспитанным водителем, пешеходом. Больше ничего. Соблюдать правила дорожного движения. Вы смотрите «Диалог», говорим сегодня о дорожной безопасности. Андрей Николаевич, прокомментируйте, пожалуйста, решение об ограничении скорости на Советской. Вы говорили, что сами горожане и подали такую идею о том, что это необходимо сделать. Абсолютно верно. Но есть и негативное мнение, что низкая скорость тоже фактор не очень хороший для безопасности. Есть и негатив, конечно. Я вам хочу сказать, эта практика неплохо зарекомендовала себя в большинстве европейских стран. В большинстве населенных пунктов скорость не превышает 50, и я считаю это правильно. Посмотрим, опять же, это не то, что мы здесь приняли окончательное решение. Да, внесли предложение. В дальнейшем будем смотреть уже на развитие ситуации. Но пока кажется, что ситуация стала спокойнее. Абсолютно верно. Я считаю, что она на сегодняшний день абсолютно стабильна. И кажется, что действительно ситуация стала безопаснее. По крайней мере, спокойнее находиться на остановочных пунктах, не страшно переходить дорогу. Да, предложения здесь действительно по островкам безопасности, заужения проезжей части. Эти меры тоже, они оправданы. Мы детально изучаем, опять же, из опыта тех же соседних стран, европейских стран. И будем обязательно практиковать, вносить предложения руководителям внедрения у нас аналогичных технологий. Андрей Николаевич, есть вопросы уже на нашем портале Viber. Давайте уделим им внимание. Установить защитные экраны от улицы Полеская 44 до остановки Полеская на вокзал и с другой стороны тоже. Зимой идет транспорт по грязному снегу, обливает пешеходов. Тротуар там полтора метра ширина. Ну, достаточно распространенное явление, да, когда грязный, мокрый, вот это вот взвесь зимой, и все это обрушивается на пешеходов. Можно ли какие-то действительно защитные экраны устанавливать? Ну, практики такой, если честно, в городах у нас нету, но поизучаем. Возможно, может быть, действительно... А, на Полеской действительно, да, очень узкие тротуары. Да, тротуары там действительно узкие. Сжаться пешеходам некуда. Проблема в этом есть, от нее мы никуда не уйдем. Обязательно поизучаем, может быть, действительно что-то предложим. Спасибо. Есть сообщение из поселка Юбилейный. Верните пешеходный переход или поставьте светофор. Напишите, пожалуйста, где был у вас пешеходный переход или где был светофор? Неужели унесли светофор, да, из поселка Юбилейный? Что случилось? Ну, конечно, желательно нам... Да, улицу. Да. Обозначьте, пожалуйста, что случилось с вашим светофором тогда. Ну, поселок Юбилейный, он не настолько уже как бы и... Большой. Да, поэтому я думаю, что мы в любом случае, я для себя пометил... Что случилось с переходом, да, в Юбилейном. Добрый вечер, в который день наблюдаю картину на улице Севастопольской в районе дома 42А. Находится пешеходный переход, неосвещенный. Дети бегут со школы на автобус, перебегают толпами, их очень плохо видно. А вот это уже проблема. Я считаю, что этот пешеходный переход должен быть хоть как-то освещен. Дополнение проблемы, наверное, в том, что там попросту вблизи нет осветительной опоры. Вот это такая ситуация, когда необходимы вот эти светодиодные, да? Ну, абсолютно верно, да. Это та ситуация, где нужно действительно вносить какие-то корректировки. Особенно там, где еще есть какое-то притяжение детей, это... Ну, мы должны эту работу проводить в первую очередь, поэтому обязательно откликнемся. Пометьте, пожалуйста, Севастопольская в районе дома 42А. Неосвещенный пешеходный переход. Для водителей головная боль, наверное, и для родителей жуткая. Впереди... Можно дополнить, в принципе, это неплохая вот идея. И не надо стесняться. Есть проблема, ее нужно обозначать, чтобы принимать какие-то меры. Не дожидаться, когда будет дорожный на этом участке, а заранее спрофилактировать. Действительно, в этом же и цель нашего и сегодняшнего общения, и, в принципе, работы госавтоинспекции. Впереди достаточно напряженное время. Мало того, что сейчас самое темное время в году, и снег до сих пор не выпал, и дороги скользкие. Скоро Новый год, скоро каникулы. В этот период работа госавтоинспекции становится более напряженной. Ну, конечно, еще мало того, это самое аварийное время. По анализу дорожных происшествий прошлого года, ну, как раз-таки, вот именно в этот период был определенный пик аварийности, где, ну, до конца года, ну, погибло, по крайней мере, около 10 человек. Поэтому, конечно же, мы анализируем аварийность прошлого года. С учетом вот этих тенденций, конечно, вносим корректировку в работу личного состава. Ну, конечно, праздничные мероприятия для нас, и не только для госавтоинспекции, для других сотрудников органов внутренних дел. Конечно же, на первом месте это безопасность граждан. И все повсеместно будут работать однозначно в усиленном режиме, беспокоиться за порядок не только на дорогах, но и на любых других объектах. Да, в целом, на улицах, да, и в общественных местах. В это время, Дмитрий Николаевич, нетрезвых водителей за рулем больше в Новый год, чем в какой-то другой период? К сожалению, стоит констатировать тот факт, что так оно и есть. Несознательные все-таки позволяют себе сесть за руль и управлять транспортными средствами. К сожалению, попадают в дорожные происшествия, и их в этом году немало. А это и неудивительно. Продолжим эту тему. Андрей Николаевич, у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Я прожила в микро-районе Любинском. Это 5-й Абрик район, как его еще называют. Здесь у нас улица Ивана Мележа, Богдана Хмельницкого, 62 ТСР. Мой дом находится на Богдана Хмельницкого, дом 126. И вокруг нашего дома регулярно на тротуарной части, на газонной территории и также на детской игровой площадке водители ставят, паркуют машины свои легковые. Они уже очень часто еще, когда заезжают на пешеходную тротуарную дорожку от 124-го дома в сторону 47-й школы, и оттуда едут на 60 лет СССР, дом 10, к магазинам туда, к хозяйственному, евроопт или мясной магазин туда проезжают. Можно, чтобы у нас по нашему району, это было многократно, работники ГАИ проводили рейды и устепеняли водителей, и им объясняли, где нарушены правила дорожного движения, и чтобы они не парковали так машины. Понимаем, конечно же, вашу обеспокоенность. Что касается старых микрорайонов, то тут, наверное, что Любинский, что любой другой. Картина, в общем-то, схожая. У нас достаточно парковочных мест, поэтому где-то действительно имеют место быть нарушения, но, опять же, мы не оставим просто так, да еще, как вы говорите, паркуют транспортные средства на детской площадке. Это вообще недопустимо. Обязательно прореагируем. Спасибо вам за звонок, за сообщение. Андрей Николаевич, хотел бы, чтобы обратили внимание еще на одно сообщение, тоже очень важное. Как восстановить после ремонта дороги разметку на пешеходном переходе по улице Юбилейной в Гомеле, возле кинотеатра? Знак стоит. Переход есть, а водители не пропускают бабушек и детей. Еще раз, где вы говорите? Это улица Юбилейная, возле кинотеатра. Видимо, был ремонт участка дороги здесь, и после ремонта не возобновлена дорожная разметка о том, что это пешеходный переход. Знак стоит, то есть, соответственно, переход обозначен, но разметки нет, и ситуация здесь двоякая. Пешеходы, да, по привычке воспринимают его как переход, а для водителя, который не знает этого, разметки нет. Возможно, конечно, наезд. Спасибо большое за это сообщение. Обратите, пожалуйста, внимание. Конечно, печальная тенденция, но она существует, и она понятна. Это то, что в периоды длительных выходных, праздничных дней больше искушения сесть за руль в нетрезвом состоянии и куда-то отправиться для некоторых граждан. Ну и в целом погода у нас увеличение по этой статье, да? Тут выявляемость этого контингента, она идет в уровне. Ну, здесь важно понимание. Конечно, мы говорим, если про ответственность, она без того довольно серьезная, да, за управление в состоянии алкогольного опьянения, причем зная о том, что повторное управление в состоянии опьянения – это уже уголовная ответственность. Ну, здесь важно, может быть, некое понимание, почему его нету, да? Все-таки почему какие-то граждане, определенная категория участников дорожного движения, все-таки позволяют себе себе за руль ехать? Почему мы этого не видим? Хотелось бы отметить, что в этом году несколько снижена информация нам от тех же граждан по витрезам валийства. Люди перестали сообщать, да? Если раньше звонили, сообщали? Почаще, раньше было почаще, сейчас такое чувство, что как-то мы сами не обращаем на это особое внимание, поэтому хотелось бы тоже это отметить, и не нужно, опять же, стесняться, нужно понимать, что это наш дом, и на дорогах… Я думаю, что выезд человека, не стоит его уже в этом случае жалеть, потому что на пути его может оказаться кто угодно. Да, в нашем доме такой категории участников дорожного движения не должно быть. Здесь позиция должна быть однозначно. На сегодняшний день совершено 55 ДТП с участием нетрезвых, от которых погибло 13 человек. Поэтому это серьезное, я считаю, это проблема. Это потенциальный убийца за рулем, человека жалеть не надо, сообщать стоит немедленно о таких случаях или даже о подозрениях. У нас есть телефонный звонок на линии, здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем вас. Я хотел бы обратиться к уважаемому Сергею Александровичу. Меня зовут тоже Александр. У меня такой вопрос по поводу кольца ТЭЦ, вот этого у нас в Омеле, который сбились. Там каждый день практически происходят аварии. Кольцо ТЭЦ. Понимаю вас. ДТП. Я по этому кольцу в день приезжаю раза три-четыре. И практически вот этот светофор, когда едем в Белище, там есть два светофора. Первый и второй. Если там сделать паузу на пять секунд, когда первый светофор загорается красным, а второй еще пускай горит пять секунд зеленым, чтобы прошли машины. Если машины проходят, там уже никто, никому нету помехи. Все. И пошло движения никаких. Именно на этом перекрестке, на втором светофоре, там практически вы же... Сергей Александрович, вы же практически знаете, что там практически каждый день ДТП. И какое предложение у вас в связи с этим? Я понял, в чем там дело, в чем там суть. Спасибо. Внесем определенные коррективы, да. Обратите внимание. Да, есть стрелка, там не все водители иной раз акцентируют на этом внимание. Некоторые, ну, заторовые ситуации происходят. Мы буквально недавно этого вопроса касались, и в ближайшее время там будут внесены определенные коррективы. Я знаю, в чем проблема. Сейчас предлагаю сделать небольшую паузу в нашей беседе. Научить правилам безопасного поведения основная цель профилактической работы сотрудников госавтоинспекции с детьми. На эту тему у нас подготовлен сюжет. Мы узнали, как ведется эта работа. Для сельского хозяйства бесснежная зима может быть и не лучший климатический вариант. Но для большинства гомельчан этот декабрь достаточно комфортное время. Особенно приятно пройти по городским улицам вечером, когда на зданиях включается подсветка. Пожалуй, самая большая проблема сейчас связана с вопросами дорожного движения. В первую очередь это относится к детской безопасности. Быстрый переход из светлых классов школы на темную улицу может привести к печальным последствиям. Самый опасный период времени, это именно осенне-зимний период, когда сокращается световой день. Конечно, уже в 5.17.00 уже темно, и дети возвращаются, вторая смена со школы. Вот этот самый опасный период времени. Утром идут на работу в школу, темно. Поэтому мы организовали ежедневно, мы работаем перед началом учебного времени и после окончания учебного времени. Работаем перед школами. Впрочем, обеспечение безопасности учащихся после окончания занятий проблему не решает. Необходимо научить детей соблюдать правила дорожного движения, как говорится, на автомате. Многое здесь зависит от родителей. Однако с этой задачей они справляются не всегда. Особенно если речь идет о проблемных семьях. Многие воспитанники Гомельского городского социально-педагогического центра, особенно младшего возраста, о правилах поведения на дорогах не имеют абсолютно никакого представления. Здесь их обучение происходит через участие в конкурсах и викторинах. К воспитанникам школьного возраста другой подход. Если это дети, допустим, школьного возраста, мы проводим анкетирование на знания правил дорожного движения. В случае каких-то недопониманий детей о травмировании, о важности ношения светоотражающих элементов. Организовывается работа, направленная непосредственно на устранение тех недостатков, которые есть среди детей. На сегодняшний день учреждением разработан дополнительно план мероприятий по профилактике детского травматизма. Реализовывать этот план в социально-педагогическом центре намерены совместно со всеми заинтересованными сторонами, включая сотрудников госавтоинспекции. Вообще в этом учреждении офицеры милиции не впервые и всегда их приезд становился событием. Одни учат, другие учатся. Результат важен для всех. Дети учат взрослых правилам дорожного движения. То есть взрослые у нас не соблюдают их, а были такие случаи, что дети останавливали, например, мамы, не переходи дорогу, потому что горит красный сигнал светофора, поэтому дети знают. И соблюдают правила дорожного движения. Но, к сожалению, дорожно-транспортные происшествия с участием детей у нас есть. Есть и погибшие дети, которые получили различные травмы. Но в большинстве, это 80%, где дорожно-транспортные происшествия произошли по вине взрослых участников дорожного движения. Научить взрослых соблюдать правила дорожного движения действительно получается не всегда. В этом году в Гомельской области зарегистрировано более 50 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Двое из них погибли. 51 ранены. Во время посещения социально-педагогического центра сотрудники ГАИ стараются еще раз донести до детей информацию, которая позволит им избежать неприятных ситуаций на дороге. Здесь и заполнение анкеты с вопросами по правилам дорожного движения, и изготовление фликеров. Кстати, носить детям светоотражающие элементы в ГАИ рекомендуют всегда. Меры безопасности лишними не бывают. Мне сегодня понравилось то, что приехали в ГАИ, дали нам посмотреть мультфильм и дали померить форму. И мне понравилось то, что еще нам дали шарики и флажки. Я прихожу в дорогу, там красный цвет, я стою, жду, пока машины проедут. Желтый я готовлюсь, уже собираюсь идти, а зеленый я уже посмотрю налево, потом направо, и я уже иду. На прощание сотрудники ГАИ дарят воспитанникам городского социально-педагогического центра фликеры и обещают прийти сюда еще не один раз. Вы смотрите «Диалог». Андрей Гаркуша, начальник областной госавтоинспекции, сегодня у нас в гостях. Андрей Николаевич, рост детского дорожного травматизма, тенденция тревожная, но характерная. Не только для нас, наверное, для всего мира, потому что движение интенсивнее, автомобилей больше. Что нужно для того, чтобы эта профилактическая работа имела более выраженный эффект? Да, стоит отметить, в этом году два ребенка погибло. Из них один ребенок являлся пассажиром, второй велосипедистом. Выехал на дорогу и попал под грузовик. Ну, отмечать всего у нас 56 дорожных происшествий с участием детей произошло. Исходя из анализа, можно сделать вывод, что это общая комплексная проблема. Где-то недорабатываем мы, хотя вот видите, мы подобные мероприятия проводим повсеместно, практически ежедневно. Ну, тут хотелось бы еще акцентировать внимание на обозначение проблемы. То, что, ну, не знают дети все-таки, как правильно переходить дорогу. Зачастую все-таки перебегают, попадают под колеса. Ну, ребенка, ребенок и ответит, а на улицу выходит и поступает так, как все. А здесь нужно работать и дома, то есть родителям. Здесь нужно, конечно же, и в школах преподавателям на постоянной основе доводить, показывать, рассказывать. У нас вот на последней комиссии по безопасности дорожного движения довольно интересная идея родилась. Значит, сделать свой в каком-либо мессенджере, значит, создать группу, чтобы эта группа, ну, зарегистрированы были, ну, буквально, все, кто хотел. Любой ребенок, по большому счету, сейчас уже не удивишь телефоном, некоторые дети нас удивляют теми гаджетами, которые у них есть. Чтобы все были зарегистрированы, значит, в группе какая-нибудь, ну, под названием, там, госавтоинспекция, с которой мы напрямую, ежедневно будем работать. Опять же, в профилактических целях давать какую-то информацию. И детям, вы знаете, будет интересно. Это просто какая-то общая информация по правилам, да? По правилам дорожного движения, об акциях, которые мы проводим. Может быть, недопущение каких-то правонарушений, но, опять же, мы будем совместно с отделом образования организовывать эту работу, потому что все-таки дети, здесь нужно довольно серьезно к этому подходить. Да, в первую очередь, родителям, потому что ребенок всегда будет делать так, как делает авторитетно и значимо для него взрослый. Также будет переходить дорогу и также будет пристегиваться и относиться к этому. Есть вопросы на Вайбере для того, чтобы их не оставить без ответа. Сейчас я их зачитаю. Добрый вечер. Возможно ли установить стрелку для поворота налево с проспекта Ленина на улицу Интернациональную, так как в часы пик с площади Ленина собирается большая пробка? Пример. Очень удобный светофор на перекрестке улиц Веридова и Огаренко. Да, вообще проблемный перекресток, что говорить. Такое количество транспорта проходит ежеминутно через него. Поэтому, ну, поизучаем. Сейчас, конечно, сказать ничего не могу, потому что, ну, есть сложности определенные. Я пометил для себя. Спасибо за вопрос. Следующее предложение. Возможно ли установка ограждения по улице Советской от площади Ленина до остановки Цирк страшно ходить по пешеходной дорожке, особенно напротив горосполкома? Ну, конечно, в пешеходной дорожке-то ничего страшного в этой нет. А вот если знать обо всех происшествиях, которые там случались, то да, хочется как-то инстинктивно уйти подальше. Детально изучать и принимать какое-то решение, тоже пометить этот вопрос. И вносить предложение о том, чтобы закрывать, максимально закрывать пешеходов, защищать каким-то счетом от проезжей части. И опять же по Советской. Подскажите, пожалуйста, до каких пор на тротуарах по улице Советской будут ущемляться права пешеходов, установленные летние пристройки различных кафе, которые сужают тротуар, что вынуждает пешеходов выходить на проезжую часть? Мы же вносили предложение в горосполкомы по расположению на тротуарах летних кафе. Ну, решение, опять же, будет уже принято какое-то определенное в следующем году. И тут приходит, приходит буквально вот в режиме реального времени вопрос, я даже не успеваю считать. Есть сообщение по Максиму Богдановичу о дом 6. Во дворе стоит «Опель Вектора» более пяти лет. Хозяин, найдись. «Опель Вектора», видимо, без движения. Что происходит с машинами, которые брошены во дворе без движения более пяти лет? Мы активно работаем с исполкомами по этой теме. Работа, причем, проводится ежедневно. Поэтому здесь действительно, обращаясь к гражданам, если действительно видят, что во дворах где-то брошены есть транспорт, обязательно давайте нам информацию. Мы уже дальше в рамках указа президента мы эту работу доводим до своего, как говорится, завершения. Можно просто на сайт информацию бросить, да? Можно и на сайт, да. Ищем владельцев, они либо убирают свои транспортные средства и приводят их в порядок, либо уже с исполкомами решаем вопрос их утилизации. Работа действительно в городе Гомеле, она имеет возможность. Да, ну на самом деле, учитывая количество транспорта, учитывая, как заставлены дворы, как трудно там развернуться, как трудно там спецтранспорту проехать, так там еще и... Сообщайте, действительно, мы рады такого рода информации. Подснежники, да, еще брошены. Вдоль забора ЭТЗ, видимо, это завод электротехнический, да? По улице Хозяйственная аллея в районе шиномонтажа прогиб асфальта и все время увеличивается, когда кто-то провалится. Не будем ждать, когда кто-то провалится. Да, да, мы обязательно выйдем по следованию. Андрей Кович, отправьте, пожалуйста, какую-то проверку туда. Конечно же, не стоит ждать ни когда пешеход там мимо окажется, ни, не дай бог, машина. Практически каждый день в сводке происшествия ГАИ наезды на пешеходов. Я думаю, что вот каждый здравомыслящий водитель, конечно, старается этой ситуации избежать. Никто специально на людей не едет. И каждый пешеход, выходя, переходить дорогу, наверное, же смотрит, да, как мы с детства привыкли, налево, направо. Почему же тогда вот кому отказываясь здравомыслия в этой ситуации? Вот что происходит? Я знаю, здесь сложная ситуация. На постоянной основе возникает конфликт. Водитель-пешеход. Пешеход, думая о том, что у него преимущество, не обращает внимания на транспорт, который двигается. Особенно вот проблема вот как раз-таки вот именно в этот период. Где-то зимний, где-то дорога мокрая, скользкая. Начинают без оглядки переходить, а иной раз и перебегать дорогу. К сожалению, не всегда у нас и водители обращают внимание на то, что они переезжают опасный участок. А любой пешеходный переход – это опасный участок. Ну и, соответственно, имеем то, что имеем. А у нас, опять же, если брать аварийность, то практически ежедневно, особенно вот сейчас, в пиковое время, ежедневно у нас по области регистрируются дорожные происшествия именно на пешеходных переходах. Очень жалко людей, жалко и водителей, которые наверняка какие-то… Вот на что люди ссылаются? Они не заметили? Не видно было, да? Что является? Или внезапно кто-то появляется перед машиной? Ну вот вы сами отвечаете. Именно в основном проблема именно этому. Я еще раз говорю, что пешеход внезапно для водителя начинает переходить, но водитель, не обращая внимания, что пешеходный переход, ему нужно в любом случае принять все необходимые меры, чтобы пропустить пешехода. Ну и, соответственно… Вот как раз в продолжении этой темы есть сообщение очередное у нас на Вайбере. Установите, пожалуйста, освещение на пешеходном переходе по улице Барыкина в районе АПБ. Очень часто не видно пешеходов на этом переходе, а там нерегулируемый АПБ. Вот я не понимаю, что это такое. Я знаю, что это за пешеходный переход, поэтому… Хорошо. Там уже были внесены определенные предложения. Будет освещение. На этом, к сожалению, вынуждены мы закончить. Андрей Николаевич, желаю, чтобы все планы реализовали, чтобы поменьше трагических происшествий, конфликтных ситуаций было на наших дорогах. Спасибо за сегодняшний делок. Спасибо. Спасибо большое. Обязательно будем принимать участие в ваших… Очень ждем вас уже в начале следующего года. Продолжим и будем говорить уже о каких-то… Обязательно пообщаемся. …новых изменениях. Андрей Горкушин, начальник управления ГАИ УВД Гомельского облсполкома, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До встречи через неделю. Берегите себя, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...